Дружка, каравай крае, дружка, каравай крае. Как-то так получилось, что собрались несколько студенток моих и поехали на озеро Светлояр. Это очень замечательное место в России, очень красивое. По легенде туда ушел град Китиш, скрылся под водами этого замечательного озера. Отдыхали, пели, участвовали в фольклорном фестивале, и вот так как-то это озеро нас очень сблизило, поездка нас сблизила. И мы, когда вернулись уже в Казань, решили, что будем петь вместе. Изначально было три девушки со мной, вот нам подарили такой подарок на юбилей нашего ансамбля. Но девчонки без парней не могут, и поэтому очень быстро у нас появились ребята в коллективе. Сначала Денис замечательный, который также заканчивал институт. И он позвал еще ребята, как-то так мы очень-очень быстро обросли. И сейчас у нас 11 человек, 7 мужчин. У нас мы можем гордиться таким составом, 4 дамы, 4 барышни. Мы как-то начали так думать, как же нам назвать наш коллектив, потому что мы уже стали выступать в Казани, концерты у нас были. И очень нам среди всех названий понравилась идея Дениса. Он предложил назваться Красной Горкой. Красная Горка это праздник после Пасхи, первое воскресенье после Пасхи, когда традиционно игрались свадьбы. Когда водились первые хороводы, когда молодежь выходила на улицы, пела, играла, плясала на возвышенные красивые места, на горе обычно. И назывались эти места красивые, то есть красные. Красная Горка. Красная Горка. Красная Горка. Красная Горка. ПЕСНЯ 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 если ты стоишь в кругу. И происходят какие-то действительно вот такие чудеса. И вот тогда меня я заразилась. Все. И после этого я приехала, и все вот эти вечерки мы здесь начали проводить. И вот уже много-много лет получается мы проводим и в Казани. И нас уже приглашали в Россию, мы тоже выезжали проводить, потому что это невозможно, это не может не нравиться. Убирайте с вами, девушки, молодцы, не пойдем. Верси, счетчики, молодые, счетчики, по твоему, переднюю, сегодня вечером поем. Быстренько парням разобрать девчонок, образовать парочки и стать в хоровод. Верси, счетчики, посетки, вечеринка, по-разному их называют. У нас вот беседы называли. После того, как заканчивались полевые работы, то молодежь собиралась на посиделки, скажем так. Были они, и когда делалась работа, да, рабочие, когда что-то девчонки могли вязать, позже уж там вышивали, да, парни плели лапти, но были также праздничные вечерки. Тут уже молодежь не работала, она собиралась только попеть, попрясать, и самое главное, на вечерке присматривалась пара. Если девушка хорошо пляшет, если она хорошо поет, если она опрятно одета, значит, она такая будет и в семье. Как она себя ведет в танце? Слушается ли она партнера? Идет ли она? Ведет ли он ее? Или она пытается командовать? Все это можно было проверить в простой пляске. На почке сижу, слезы катятся, денег нет, ни красава, хуй я скучу, да, я сижу, сижу, горюй, дедуга, дитого куска, и все, кто меня полюбит, тот и выручит меня. Слезы не любят, но никто не выручает, и на почке сижу. Вечерка приурочена празднику Покрова Пресвятой Богородицы. 14 октября этот день очень великий, большой праздник для православных христиан. То есть много лет назад, в 911 или 10, не помню уже, на Константинополь напали враги, была война, и вот, значит, люди пришли в храм, молились, и им явилась Пресвятая Богородица, которая, значит, сняла себя покрывало, накрыло их, и таким образом оберегла вот врагов. В народной культуре, в народных песнях скрыт глубокий, духовный, нравственный смысл, подтекст. Песни, они были приурочены к какому-то действию, обряду, к какой-то ситуации. С песней человек рождался, с песней он уходил в армию, с песней работал, с песней собирал урожай, с песней он женился, выходили замуж, с песней умирал. Он и слезы льет, молодой-то рыбак, он и слезы льет, его челонок грозой разбила, ветрянецебу, рейра разнесло, ветрянецебу, рейра разнесло, а в челноке лежит, убитая его казаконная, жена его казаконная, моя жена челонок куплю себе я новый ветрянецебе, лаю я сам ветрянецебе, лаю я сам очень нам интересно ездить в экспедиции по русским селам в республике Татарстан. С одной стороны, это очень сложно организоваться, куда-то поехать, найти село, которое тебе нравится, прирасти к нему корнями. Мы таких сел несколько облюбовали себе в Татарстане. И прямо очень-очень любим это Чистопольский район, Кубасы. Там мы неоднократно были и с бабушками пели, они нас знают, и мы созваниваемся и переписываемся, они какие-то нам советы дают. Это Нижнекамский район, Старышышминск, село Старышышминск. Там тоже мы неоднократно были. И очень село богатое, с богатой традицией культурной. И по костюмам, то есть мой костюм полностью сделан на основе тех костюмов, которые там сохранились. Там мы пришли в музей, нам дали ключи. Мы всю ночь, вот честное слово, мы всю ночь перебирали эти костюмы. Они были не в очень хорошем состоянии, там какая-то засохшая моль была, но костюмы были настолько хороши, такого мы еще вообще не видели в Татарстане. И мы это все фотографировали, снимали, мерили, пояса эти все рассматривали. Ну, очень богатые традиции. Вот это село Старышышминск. Еще очень мы дружим с бабушками и дедушкой из села Никольского, Балаишевского района. Ну, к ним-то мы два-три раза, четыре в год приезжаем обязательно. Еще сейчас мы встречаемся с ними на различных фестивалях, мероприятиях. Поэтому исследовательская деятельность, ну, это по-научному так, а по идее это экспедиции, это общение с носителями традиционной культуры, которая, к сожалению, сейчас вот прям уходит, 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 их все меньше и меньше остается. И мы прямо вот цепляем, наверное, уже только то, что осталось от этой народной культуры, осталось у нас в Татарстане. А вообще мы мечтаем сесть в каком-нибудь селе, да, и вот попить именно эту традицию. Там у всех, чтобы были поканальные записи, и каждый учит свой голос, свою бабушку, и к ним приезжать, и жить с ними подольше, и в том же огороде с ними покопаться, я не знаю, они такие замечательные все, но чаще всего они уже живут одни. И к ним внуки, если дети, то приезжают очень редко. Ну, или так по выходным, как мы все, да. А жизнь-то она проходит, и они, живя в одном месте, они знают гораздо больше тех людей, которые ездят по странам, видят весь свет, мир, да. Они такие мудрые, они настолько знают жизнь. Прям порой удивляешься, откуда в наших женщинах, в наших мужчинах, бабушках, да, вот это все есть. Откуда? Еще они так не жалеют, не жалеют делиться тем, что они знают. Да, песни, поют тебе песни. Они же отдают, они же за это вообще ничего не просят. И только уже от нас потом зависит, насколько мы добросовестно к этому относимся. Возвращаем мы эти песни, или собрали, и они у нас лежат, там непонятно, пылятся опять сто лет, и никто их петь не будет. Вот это, конечно, самый такой вопрос. Чтобы то, что хотя бы ты собрал, пусть сейчас мы немного собираем уже, и пусть у нас экспедиция не так часто, как бы хотелось, но все равно мы как-то выезжаем. И хотелось бы, чтобы эти песни звучали. Куда, Ваня, едешь? Куда уезжаешь? На кого ж ты, Ваня, Маню, спокидаешь? Покидаю, Маню, к единому Богу, а само ежаю в дальнюю дорогу. А само ежаю В дальнюю дорогу Не стой, не стой, Маня, не стой предо мною. Не стой, не стой, Маня, Ох, не стой предо мною. Ох, не стой предо мною. Не улевай слезою. Не стой предо мною. Ох, не влевай слезою, а то люди скажут, что я жил с тобою, а то люди скажут, что я жил с тобою. Пускай люди говорят, а я не боюсь, кого я любила, с тем я расстаюсь. Кого я любила, с тем я расстаюсь, кого ненавидела, с тем я расстаюсь. Вот мы же поем не только фольклор, допустим, мы делаем концерт, там есть и авторская песня, есть обработки народной песни. Но очень интересно включать фольклорные произведения, местный фольклор, в такую, допустим, большую программу. И люди на самом деле никогда не остаются равнодушными. Эмоции разные. Кому-то может быть смешно, кто-то вообще не понимает о чем, кому-то нравится. Но равнодушия я вообще не встречала на самом деле, ни среди детей, ни среди взрослого поколения, ни среди молодежи. Равнодушия нет. То есть, значит, где-то внутри каждого это задевает. Но как выразить эмоцию, они просто не знают. Я говорю, кто-то просто смеется. Плохо фольклор мы не имеем права петь. Потому что... Ну, это настолько уже элитарное искусство, ее понимают не все. Если раньше эта музыка звучала в каждой семье, в каждом доме, на любом празднике, и одежда такая, допустим, все так были одеты, это считалось нормально, причем ярко же, красиво, то сейчас это уже все ушло, и плохо это преподносить. Обманывать людей мы не имеем права. То есть, это должно быть сделано на таком хорошем уровне. Вот к этому мы, конечно, стремимся. Не всегда получается. И очень важно попасть в традицию. Передать, исполнить так, постараться все сохранить. Не придумать что-то свое. Не заменить слово, которое я не понимаю. Или не поймут мои зрители. А попытаться объяснить и донести до зрителей. Вы говорите, как вы выбираете песни? Я ехала и думала, что не мы выбираем песни, а песни выбирают нас. На определенном каком-то этапе нашей жизни. Сегодня я могу пройти мимо этой песни. Да, я ее послушала, но я ее даже не заметила. Она не запала мне в сердце вообще. А потом проходит какое-то время, и она выбирает меня и помогает мне что-то понять. Песни выбирают нас. А за Дунаем, за рекой, А Дунаем, речка, Речка, А не величий, Ой, не величий, А не величий, И переход Перехода на нюй нет. Не то перехода, Не то перехода, Ах, нет потом на их мосту, Мы на их будем добраться, Не возирая, ох, не возирая, Переходи, не были речку в брод. Переходили речку в брод. Гаяет перерасею свою коньяча, Мы коньячая речи, Вели пленены за собой. Сейчас на самом деле в России очень это развивается, И сохраняя фольклорное зерно, Не принося песни какого-то такого ущерба, Сейчас ребята уже настолько созрели, Выросли, я имею ввиду в России, Вообще те, кто занимается фольклором, Они настолько культурные, воспитанные, Настолько они знают хорошо традиции, В большинстве своем, Что они могут уже, Применяя технические современные средства, Доносить эту музыку, это зерно, Что было, не портив его. Я думаю, что за этим, наверное, будущее будет. Не делать обработку, А просто добавляя какие-то современные технические средства, Сохранить именно эту песню. Если это была лирическая песня, Значит она останется лирической песней. Если это была плесовая, И она там, допустим, Или исполнялась на свадьбу, Она и будет звучать как свадебная, А не как что-то непонятно какое. А нам, нашему ансамблю, Нам очень хочется, Чтобы он стал еще более семейным, Потому что сейчас у нас уже у всех детки есть, И хотелось бы, чтобы они как-то тоже разделяли Вот это наше увлечение. ПЕСНЯ 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 Напрасно не хочешь любить Напрасно меня над рукой у меня есть Друга там не сможет любить Напрасно меня над рукой у меня есть Друга там не сможет любить А если полюбишь, скажи, откровенно Я улыбну тебя Святай ты, девчонка, на сердце я строю И буду страдать я у нас И вот и сам улыбнуй по цикле во краях Белочий и мог на главе Распущенный козлыш на небо Обладая численно в ночной тишине Распущенный козлыш на небо Обладая численно в ночной тишине И славона тихо на камушек села Святощее венок свой сняла И долго она вокруг моря смотрела Как будто кого-то ждала И долго она вокруг моря смотрела Как будто кого-то ждала Шуйте, пошуйте, волны вас сияют Ветер, все беле трубу Я улыбнуло Передайте страданья И спрылась у大家 Улыбнуло Я улыбнуло Передайте страданья И спрылась у大家 Улыбнуло Субтитры создавал DimaTorzok